горохова ксения оператор инкубатора борьба за шестичасовой рабочий день с своим заработной платы очень хорошим образом как объяснить рабочим что это очень важно мы можем рассказывать о здоровье о чем угодно но главного сэкономический интерес у всех возьмем ну допустим с моей стороны ближайшим друзьям которые работают предприятие была вы тут такая идея посчитать условия минималки у нас минималка 7200 то есть мы взяли в расчет есть такие бухгалтерские календари где забито количество рабочих часов месяц при разных графиках работы вот существует значит 8 часовой рабочий день 6 часов рабочий день но там график 66 на 16 рабочих дней и один выходной но при 6 часов рабочих дней два на два когда вы работаешь по 12 часов и вот мы в ищет и предложили как раз вот свой пятидневная рабочая неделя 6 часовой рабочий день взяли количество рабочих часов эту минималку разделили на это количество рабочих часов и примерно везде получилась одинаковая стоимость часа идет в среднем 50 рублей 40 50 рублей когда стали высчитывать то есть как люди говорят мы первым и работаем больше то есть предлагает подработать переработать первоначально сам высокая заработная плата как или это не интересно получалось у тех кто работает 2 на 2 по 12 часов это выходит из-за того то если мы учитываем по нормативу он в любом случае вместе перерабатывает потому что исходом все-таки считается за основу берется 40 часовой рабочий день но позже начинает перерабатывать человек который работает 5 5 дней сейчас по 8 часов и он друг просто не сутками начинает работать работать начинать по 12 часов то в итоге человек который работает 5 дней в неделю по 6 часов получает больше час даже у него зарплата в час увеличивается следующий на втором месте оказался тот который работает по 6 часов 6 дней в неделю как это не странно вот следующий как раз 2 на 2 по 12 часов и вот на последнем месте тот человек который перерабатывает сейчас при 40 часовой рабочей неделе то есть то что он записан тем самым объясняем рабочим то что они получают повышенную зарплату оставаясь на переработках на доработках не в своей смены то есть они не получают большую зарплату то есть им как бы оплачивается то что они потратили свое личное время то что могли потратить это в другом месте на следующий вопрос что хотелось бы сказать что лозунг борьба за 6 часов рабочий день он очень актуален но я тут недавно перечитывал гайдара школу и там был такой момент когда главный герой знает что падает большевикам встречается и они значит по моему как раз сорвала между городской области нам приезжает и он едет сначала к дяде а дядя у него очень обеспеченный рабочий и вот он начинает ему рассказ как он познакомился большевиками как за что он борется на этом нет не надо не так то есть там уже показано что в принципе большевикам большевикам было не так просто что-то объяснить его там герой спрашивает вот у нас лозунг за 8-часовой рабочий день его никто не понимает когда сейчас не понимают но потом поймут а для этого не существовали другие те которые были выражали какие-то насущные интересы на тот момент основном конечно экономические то есть увеличение расценок допустим получение жилья на предприятия то есть были разные разные плакаты были кроме сокращения рабочего дня тот был основной как был основной у них так и был но параллельно то есть я предлагаю чтобы шестичасовом рабочему дню мы пропагандировали еще допустим выдача кредитов предприятий то есть не могут безвозмездных там а под низкий процент то есть как и предлагали что товаре легавшин товаре товаре свое обращение президент это будет понятно лозунг всем не только товарищам рабочие и начальство наконец поймет нет я сейчас просто работал предприятие у нас мелко но как ни странно чем не понравился этот собственник что он все-таки развивать свое производство не только с ним берет а еще развивает то есть и допустим таким собственником это будет понятно и мелким и крупным то есть выдачи кредитов на развитие своего предприятия за счет этого могут увеличиться рабочие места и повышаться заработная плата и остальное мне кажется следующий лозунг мол мог бы это убрать вот эти микрокредитные организации то есть будет понятно будет всем рабочим и которые уже не стали рабочими здесь тем что потеряли при сокращении работы то есть мы не можем объявить что там обязательно прием всех на работу то есть нас правительство сейчас не отвечает у нас нет настолько правительственных организаций которые государственных именно чтобы могли сказать что государство должно обеспечить всех рабочими местами следующий лозунг мы предложили по мнению что нужно чтобы государство монополизировала такие важные объекты как газовая промышленность электричество то есть чтобы это за счет этого может снизить коммунальный оплату простого населения то есть не только на предприятиях но и простого населения тоже будет всем понятно следующий вопрос по которому хотелось бы вы выразить это издача газе наши газеты у нас есть несколько газет кроме народной правды еще принципе можно я так понимаю что у нас нет финансовой возможности за счет партийных средств партии нас достаточно настолько богатой как фрр даже чтобы увеличивать тиражей по моему мнению мы можем на основе всех газет которые у нас есть только немножко сместить графики этих выпусков если есть такая возможность у нас основные даты это 2 ик р они у нас приходится март и октябрь то есть выпускать газету после этих после них есть у нас конференции ленин современном мире то есть спецвыпуск например спецвыпуска народную правду допустим после апреля потом после съезда как бы для себя то есть осветить тех кто не смог приехать других членов партии и примерный график получается что газет выпускается раз три месяца раз квартал то есть газеты эти распределить распределить просто между ними информацию допустим одна будет идти которая поменьше с общим обзором я проверка я а народная правда уже с более общим обзором это позволит не затрачивать лишнее и все-таки мы находимся далековато мы относимся к лининградской организации на ходе далековато если у вас вы говорите что у вас вы раз полгода раздаете вас проблема то у нас бывает у нас еще больше проблем то есть пока эти номера до нас дадут дойдут а газета выпущена раз квартал любая то есть она не потерять свою актуальность конечно здесь освещается в газетах новость не только ленинградской области а в принципе всей страны они будут любом случае актуально но если она выпускается газета где-то в середине квартала там например или ближе к концу то она пока доходит она еще достаточно новые конечно проще распространять новую информацию не очень кстати очень мы очень понравилось рабочим участвовать в обсуждении конституции новороссии мы и предлагали мы и предлагали да мы предлагали своим знакомым и сидели вместе с ней обсуждали поскольку это то есть как бы это не знаком смешно но эта модель модель того чему нужно стремиться какого государства многие не хотят вступать какие-либо партии или какие-либо объединения потому что они помнят советских времен не все хорошие именно пропартийные потому что я сказал что в комсомон первыми я не затяню зачем это надо но жизнь мир советского общества их очень устраивала как было налажено производство как было налажено пенсионное обеспечение как было налажено образование и обсуждение конституции это как бы для них шанс не то что вернуться в прошлое подумать о будущем мне кажется когда люди в этом участвуют они знают к чему стремиться что и за что им бороться я бы предложил нашим товарищам не забывать чтобы не только мир это тяжелый нож и ложился на михаил васильевича товарищи золото на всех остальных то чтобы мы все вместе как-то и в этом участвовали выдвигали какие-то свои предложения в течение года тем более у нас почти у каждой сейчас есть интернет но у кого-то может даже если их самым плохом это раз месяц есть доступ то есть как бы обсудить все эти статьи свои предложения как будет это организовано как будет организована власть как быть организован производства некоторые рабочие даже свои поправки трудовые кодексы предлагает на основе старых спасибо спасибо